ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российские власти снова высказали желание внедрить строгие правила для водителей, которые зарабатывают с помощью сервисов типа Бла-Бла-Кара. Минтранс подготовил законопроект, который А. Ограничивает число поездок и Б. Устанавливает предельный размер платы с пассажира. В первом случае речь идет не более чем о двух подтаксовках в день. Что касается цены, то она не должна превышать затраты на бензин и амортизацию автомобиля. Кроме того, есть предложение требовать из шоферов и из пассажиров паспортные данные. ТРАССА СТО ОДИН Полиция предупреждает водителей о новой мошеннической схеме. Злоумышленников несколько. Первый, находясь за рулем авто, ищет жертву. Как правило, это пожилой шофер. Его притирают к стоящим на краю проезжей части автомобилем. Затем якобы владелец одной из припаркованных машин догоняет водителя и незаметно наносит на кузов его авто царапины. Дальше понятно. Вы меня зацепили. Если уедете, то вас лишат прав. Затем преступник звонит еще одному подельнику, дескать, человеку в погонах. Тот предлагает «виновнику» разрешить спор на месте без вызова сотрудников ГИБДД. Какой суммы тут можно лишиться, остается лишь предполагать. ТРАССА СТО ОДИН Таксисты – это особая каста водителей, для которых как будто существуют другие правила дорожного движения. Они, но не все, конечно, словно живут в параллельном мире. А в этом мире в России по вине водителей такси в 2021 году произошло почти 2000 автоаварий. В них погибли 69 человек. Порядка 2500 получили травмы. Количество таких ДТП растет уже долгое время. Среди основных факторов называются резкое падение водительского мастерства извозчиков, переработка и, как следствие, усталость. ТРАССА СТО ОДИН С 1 сентября начнется действие так называемой «гаражной амнистии». Суть ее в том, чтобы россияне могли бесплатно оформить право собственности на гаражи, возведенные до конца 2004 года на государственной или муниципальной земле. Важные условия строения должно быть признано объектом капитального строительства. Под нововведения попадают покупатели и наследники прежних владельцев гаражей. Срок действия амнистии 5 лет до 1 сентября 2026 года. Ранее заявлялось, что документы от желающих будут приниматься в том числе через МФЦ. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН